Сегодня были сказаны слова, замечательные, поэтому что не все еще о войне знают или хотят знать. И вообще, немножко обидно смотреть, как некоторые символы меняются, иногда на противоположные. Поэтому я такое непапостное стихотворение включу в сегодняшнюю программу. Ленточки, 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 дяденьки, тетеньки, мальчику, девочке Наде в косичку и Любе, и Верочке вяжем нарядные, милые ленточки. К антенне машины, и к зеркалу можно, можно к ларьку, там к епилу с мороженым, к решетке забора и к шишке на веточке. Будто бы галстучки, к праздничку, ленточки, они подойдут полисмену, девице вон той на углу, а еще продавщицы, кошки и мышки, собачки и деточки. Подви не жалко? Бери подви, ленточки. Считаете, все это будет носиться? Я так полагаю, что надо гордиться. Чем? Как вам сказать, тут, помнишь, едва ли, ну, деды победы там, ну, воевали. Мы гордостью гордую будем гордиться, обвяжем, что можем, и руки, и лица. Как патриотично, как это галантно. Вяжи сколько хочешь, и главное, бесплатно. К бутылке возьми, к шоколадной медали, в придачу лишь выдали, а не продали. Туристу в походе всегда приходится. Бомжа, что уютиться в подвале столицы согреют, что угли. Три рыжих полоски. На ватнике стильно, красиво, не броско. Монаху, буддисту, попу, коммунисту, и волку ночному, нашисту, фашисту. На причиндалы прекрасные ленточки. Вместо шнурочков, и вместо салфеточки. На сумку, на пояс, на грудь, к ягодице. И главное, помни, гордиться. Гордиться. Браво! 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 Продолжение следует...